МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если сравнивать в сопоставимых ценах с аналогичным периодом прошлого года, эти цифры еще больше. Но это не только эти направления мы выполняем. Есть и ряд других целей и задач, с которыми мы также успешно справляемся. Какие предприятия региона вносят наиболее весомый вклад в формирование доходной части бюджета? У нас лидером является Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Это лидер, и порядка 29% от поступлений всего бюджета составляет именно подчисления НПЗ. Также Гомель Энерго, также предприятие производственного объединения Беларусьнефть, также Гомель Облгаз, Гомельский ликероводочный завод Радомир и Гомельский филиал Белотелекома. Вот это такие флагманы по поступлению в бюджет. Как сегодня налоговые органы ведут контроль за деятельностью субъектов хозяйствования? Сегодня предприятие, это, конечно, направленное, чтобы не мешать плательщикам выполнять свою работу, и акцент смещен на камеральной проверке. Это те проверки, которые проводятся без отрыва плательщика от своей основной работы, и, конечно же, более половины данных проверок имеют результат. На сегодняшний день можно уже говорить смело о тех цифрах, которые мы допричислили по результатам камеральных проверок. Это более 14 миллионов. И когда мы, допустим, направляем уведомление плательщику, когда сопоставляем его налоговую декларацию, у нас есть различные базы, которые нам помогают также сопоставлять все различные поступления. И, естественно, мы видим, если какие-то есть отклонения, то тогда направляется плательщик уведомление, и добровольно предлагается оплатить сумму, которая образовалась в результате недоплаты. В этом году в Беларуси ужесточена ответственность за выплату нанимателями зарплаты в конверте. А насколько это для нашего региона актуальная проблема и распространенное явление? Ну, эта проблема, она повсеместна по всей республике, и в том числе и для Гомельщины. Она не нова. Мы с этой проблемой знакомы, регулярно работаем с ней, и есть тоже определенные наработки, результаты. В основном это частный бизнес, те, которые минимизируют доходы своих работников до минимальной заработной платы, а остальная часть выплачивается, как говорят, по договоренности. Естественно, мы проводим мониторинги, мы проводим и камеральные проверки, выявляем, ну и предлагаем доплатить то, что не было доплачено. Естественно, есть определенные сложности с доказательной базой, когда и наниматель скрывает, и работник скрывает. Но, тем не менее, эта работа у нас в сегодняшний день отлажена. Есть и обращения, есть и другие источники, и от правоохранительных органов. То есть мы эту работу проводим комплексно. Пандемия коронавируса большую часть процесса в нашей жизни перевела в режим онлайн. Как много сегодня операций плательщики и специалисты налоговых органов могут совершать, не встречаясь? Электронное взаимодействие, уже эта работа была начата давно, начиная уже с 2009 года. Мы работаем в этом направлении. На сегодняшний день 92% плательщиков мы взаимодействуем в электронном формате. То есть можно без нахождения в инспекции подавать необходимые декларации, уточнение справок. У физлиц есть возможность личного кабинета, задавать вопросы на портал и так далее, и так далее. Но инспекция оказывает более 40 сервисов, услуг, которые может получить плательщик. Поэтому в этом направлении мы здорово продвинулись, и эта работа продолжается, поэтому мы не стоим на месте. Дмитрий Михайлович, что бы Вы хотели пожелать коллективу в честь профессионального праздника? Конечно же, хочется пожелать здоровья работникам, близким. Хочется пожелать счастья, благополучия, мирного неба над головой. Хочется пожелать, чтобы был и быт организован. Конечно же, самое главное, это то, чтобы человек имел мир в сердце. Ну и хочу отметить также и ветеранов наших, которые очень много сделали для того, что мы сегодня имеем в новых органах. Также их поздравить с профессиональным праздником. Ну и всем добра. Благодарю Вас за интервью. Спасибо. Продолжение следует...